Здравствуйте! На интернет-портале усыновления в Архангельской области приведены такие цифры. На 1 августа 2015 года детское население Архангельской области составляло 223 тысячи детей. Детей-сирот в Архангельской области 4970, почти 5000. В семьях опекунов, приемных семьях, находится почти 3500 детей, то есть 70% этих детей живут с приемными родителями, имеют семьи, и это хорошо. Но в детских домах, в интернатах и домах ребенка области воспитывается 1371 ребенок. Эта тысяча не знает, что такое любящая семья. Как сократить эту цифру, расскажет наша гостья, мама 11 детей, руководитель региональной общественной организации «Приемная семья» Светлана Корытова. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Ну, конечно, не избежать истории о вашей семье. Ваш стаж как многодетной мамы каков? 11 лет. 11 лет? И сейчас 11 детей уже? Или уже выпорхнули птицы? Ну, у нас всего 11 детей, но дома с нами 8 детей. Трое уже живут самостоятельно. Итак, с какого это года? Как все начиналось? Это началось с 2004 года. В тот момент я работала в Йемецком детском доме, и у меня в то время ко мне в группу привезли четверых ребятишек. Два мальчика и две девочки. Самый маленький было всего лишь два годика. И вот тогда где-то колыхнулось мое сердце, и мы давно уже понимали, что дети должны, конечно же, жить в семьях. А так как мои мальчишки, на тот момент у нас в семье было два мальчика, они уже приходили ко мне на работу, дружили с ребятами. И однажды на семейном совете мы просто решили, что мы забираем ребяток, этих всех из одной семьи, к нам в семью. Потому что самое дорогое, что есть у детей, это родители, семья. 11 лет назад. Это были первые приемные дети. Затем вы не остановились на этом. Да, но мы понимали, что чтобы взять детей, это надо не просто их взять, но значит, надо дать им образование и какое-то развитие. Мы переехали в областной центр, в город Архангельск. И через два года мы узнали, что у наших детей есть младшая сестренка Любаша, и она воспитывалась на тот момент в доме ребенка. Естественно, тоже решение было единогласным. Мы все приняли решение, что Любаша станет тоже нашей девочкой. И она стала седьмым ребенком в нашей семье. Так, дальше? Дальше жизнь у нас так повернулась, что мы принимали участие в различных конкурсах, олимпиадах. И нам повезло, мы в первой всероссийской конкурсе замещающих семей заняли второе место, вернулись в Архангельск. И в тот же год нам тоже очень повезло и посчастливилось. Нашей семье предоставили служебное жилье, и у нас появилась возможность еще помочь ребяткам. И нам судьба подарила Кристину со Славиком. Это было 6 лет назад. А буквально год назад мы узнали, что Леша с Аней, тоже братьев с сестричкой, тоже ждут маму с папой. И вот так получилось. Кто-то мне однажды задал, может быть, Светлана Владимировна, это ваши дети? Мы поехали посмотреть, на самом деле это были наши дети. И вот на данный момент у нас 11. Ну, Светлана, ведь это же не так просто, вот захотел, да понравился ребенок и взял. Это же надо собрать документы, да? Ну, естественно, да. Или же у нас процедура уже сейчас упрощена? Нет, это надо собрать документы, надо пройти медицинскую комиссию, определенные справки принести, и пройти обязательно школу приемных родителей. Потому что очень часто многие родители думают, даже бывает жалко, увидели картинку, да, жалко ребеночка, и думают, что вот мы его будем любить, и у нас все получится. Но очень часто бывает так, что одной любви бывает фактически недостаточно. И опыт даже нашего родительского воспитания детей тоже нам не помогает, потому что все-таки приемные детки... Такое традиционное, что называется, да? Да, да, да. Приемные детки, они же немножко, понимаете, это особые дети. Они уже пережили определенные утраты, определенные травмы, и поэтому воспитание этих детей сопровождается определенными сложностями и проблемами, и каждый родитель должен это понимать. Ну вот для начала это все-таки... Вот ваше было решение, вы принесли эту идею, эту мысль в семью свою, да? Вы... Вот первое, когда были дети, у вашей семьи такое недоумение к вам как-то... Вот первая реакция, какой была вашей семьи, вашего мужа, вашего детей? Нет, мне очень повезло, потому что даже когда работаю в детском доме, там тоже же есть свои определенные сложности, мне всегда в моей работе помогал мой муж изначально. Он знал все проблемы наши, жизни в детском доме детей. Мои дети дружили с детьми, мы вместе выезжали в лагеря. И поэтому, когда вот только мы подумали об этом, и Саша говорил, что надо переезжать, менять работу, я говорю, ну вот как же без детей? Он сказал, давай заберем, я говорю, хоть всех. Я говорю, ну всех давай хоть четверых. И вот так как-то мы решили на семейном совете, что дети будут наши. С этого началась наша семейная сия. То есть здесь у вас, в общем-то, таких проблем не было, да? Мы, во-первых, понимаете, все-таки опыт работы в детском доме, понимаешь и видишь боль этих детей. Поэтому... То есть решение у вас не было спонтанным? Нет, мы понимали. Вы были вот готовы к этому поступку, причем вся семья была готова, да? Да, не только мама одна. Потому что все понимали, что все-таки каждый ребенок, ему лучше в семье, и лучше, когда его любят, заботятся о нем. Детский дом – это все равно государственное учреждение, где их много. Все равно, как бы воспитатель ни старался, дать вот то тепло и нежность, все равно не получается. Ну, вам, что называется, как вы говорите, повезло, и дети, приемные дети сразу влились в вашу семью, да? Да, дети сразу... То есть принятие произошло сразу семьей? Да. Они, потому что, во-первых, нам повезло, они знали меня уже, я с ними работала целый год в детском доме, и мужа, и детей, мы их тоже знали. Ну, это ведь не всегда так бывает в других семьях, да? Не всегда, да. Бывает все по-разному, но я считаю, что в таких случаях, когда приходит ребенок в семью, самое важное показать, чтобы семья, которая его принимает, все равно же есть свои правила, законы, и вот этот маленький человечек должен тоже научиться принять эти правила и законы. Да, а вот у вас, Илана, у вас какие-то иллюзии все-таки разрушились, несмотря на то, что вы работник детского дома, вы понимаете какие-то особенности? Вы знаете, мы, наверное, никаких особых иллюзий не строили. Я понимала, что будет очень сложно, потому что детки все... Вообще ведь воспитание детей очень сложное дело. Даже в обыкновенной своей этой семье детей воспитываешь, иногда тоже бывают проблемы, трудности, не знаешь даже, как с ними справиться. Мир меняется, общество меняется, а тут дети, которые уже пережили определенные сложности, ты умом понимаешь, что ты им просто должен помочь, объяснить и многому-многому научить. Даже научить любить нас, как родителей, тоже наша задача. Да, вот какие вещи для детей, для ребят являются естественными, домашними, а для них это было просто открытием. Были такие ситуации? Ну, в нашей ситуации получилось так, что уже ребятки многое умели и многое знали, но вот когда детей берут вот только что из биологической семьи, если еще в детском доме, они же все равно определенные навыки, умения они приобретают. А если вот из такой жизни не совсем благополучно приходится учить, и зубы чистить, и за столом сидеть, и учиться правильно, этому тоже всему приходится. Но самое главное, надо научить их доверять людям. И вот умение выстраивать вот те эмоциональные связи между ребенком и родителем, мне кажется, вот это самое важное, потому что это в дальнейшем послужит вот каким-то источником и основой вот всех жизненных сил, которые у них будут потом в дальнейшем в жизни. Вот мы как раз сейчас поговорим вообще о приемных семьях, можно сказать, Архангельска, так как вы сейчас сталкиваетесь, наверное, и знаете, чем живут вообще приемные семьи Архангельска 2009 года, взяли на себе такую ношу, стали руководить общественной организацией «Приемная семья», да еще и работаете в Центре охраны прав детства, то есть вы из этой сферы не уходите все-таки, да? Нет. Поэтому вам многие какие-то нюансы, я думаю, что понятны. Вот сколько у нас сегодня в Архангельске детей, вернее, приемных семей? На 1 июня в Архангельске 253 приемных семей, в которых воспитывается 295 ребят. Получается, что в среднем это по одному ребенку, да, берут? Ну, в основном, да, 1-2, но есть семьи, в которых и больше, 5-6. Мало все-таки в Архангельске таких, да? Ну, таких, да. А это молодые родители, постарше? Средний возраст приемного родителя, в принципе, 48 лет. То есть молодежь все-таки не берет приемных детей? Ну, есть и молодые, конечно, и пары, и мамы одни, разные есть ситуации. Это просто средний так вот возраст сосчитан, 48 лет. А каковы мотивы их? Это что? Это одиночество, это бездетность, это финансовый вопрос? Мотивы тоже у людей абсолютно разные. Но вот в основном мне приходится сталкиваться родители, которые подвырастили своих детей. Есть еще силы и возможности, и желание помочь кому-то. И они берут еще приемных детей, и помогают, и растят. Есть, конечно, те, у кого вообще своих детей нет. Но жизнь такая штука сложная. Детей своих нет, берут приемных, через несколько лет рождаются свои дети. Оказалось, это невозможно. Несколько случаев таких есть. А есть у нас такие печальные случаи, когда возвращают детей? К сожалению, да. И мы всегда, когда входим на школу приемных родителей, разговариваем с кандидатами, мы делимся с ними опытом воспитания детей, отвечаем на их вопросы, мы самое главное говорим. Те люди, которые решили взять ребенка в себе, в семью, они четко должны понимать, что обратного пути уже нет. Потому что детей уже предали один раз. Это невозможно, предавать детей несколько раз. И все-таки приемная семья – это другая форма, это не усыновление, правильно? Вы здесь открыто, дети вернее знают, приходят в вашу семью, или же вы им потом говорите, я вообще обобщаю, да, приемные родители, что у них есть свои родные биологические родители, так? Конечно, дети приходят разные. Кто-то знает, кто-то, если у вас мальчика в детском доме, они даже представления не имеют о своих биологических родителях. Но, понимаете, от прошлого никуда не деться. Я считаю, что каждый ребенок должен знать свое прошлое и свои корни. Вот в нашей семье, например, все дети знают, что у них есть две семьи. Семья, в которой они родились, и семья, в которой они сейчас воспитываются. Потому что вот знание правды о себе, оно определенную помощь потом ребенку помогает в жизни. Уверенность какая-то, надежность. Потому что объясняет какие-то свои поступки, свое поведение. Это очень важно. То есть они общаются со своими родителями? Ну, везде по-разному. Везде по-разному. Хотят ли этого родители, хотят ли этого дети. Самое главное, разговор даже о биологической семье тоже на разных этапах детского взросления. Тоже бывает. Когда-то дети не хотят об этом говорить. Когда-то боятся задать вопросы. А когда-то сами подходят и спрашивают. Мама, почему так в жизни получилось? И приходится очень часто подбирать такие нужные слова, чтобы не ранить этого маленького человечка. Психологам надо быть все-таки. Да, очень важно. Нам, как приемным родителям, нам приходится очень и очень многому еще учиться. Я всегда всем говорю. Вот те знания, которые у нас есть, это хорошо. Но очень важно, чтобы получать еще новые знания. И у нас с 2011 года большим успехом стала работа с родителями, вот именно с приемными, в родительском кафе. Это у вас в общественной организации? Да, это у нас в общественной организации. Одно из направлений нашей работы – это работа с родителями. Это работа в родительском кафе с сентября по май. Каждую пятницу наши родители приходят в Центр охраны прав детства. И мы встречаемся там, общаемся. Модератор у нас Булыгина Татьяна Борисовна. Очень чуткий, компетентный человек. Доцент кафедры психологии. Она нам очень во многих вопросах помогает разобраться, дает те знания, которые нам необходимы. Потому что мы очень много должны знать, особенно о тех детских травмах, которые происходят в маленьком возрасте. Да, я вот как раз хотела спросить об этом. Помните, вот Лев Николаевич Толстой, он сказал, да, Ваня Каренина, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а вот каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Вот проблемы, однако же вы можете выделить какие-то общие проблемы? Основные, наверное, самые такие проблемы, то, что наши ребятки, они страдают эмоционально, а это очень сказывается на их интеллектуальном и эмоциональном развитии. И отсюда проблемы. Это обучение в школе, это поведение, это умение выстраивать отношения с окружающими людьми, с ровесниками, со взрослыми, умение дружить, любить. Это очень-очень сложно. И поэтому вот эти проблемы приходится нам помогать, решать нашим детям. Но иногда самим-то знаний не хватает. В этом нам помогает родительское кафе. Да. То есть получается, что заведомо приемный ребенок, он немного отстает в развитии? Не обязательно. По-разному складываются ситуации. Просто по-разному детки выходят из сложных жизненных ситуаций. Кто-то замыкается, кому-то необходимо... То есть это не значит, что он там какой-то недоразвитый или какой-то больной? Это вот те обстоятельства, которые... Самое главное — отношение родителей к особенностям этого ребенка. Главное — надо понять, принять его таким и помочь ему разобраться в этом. Потому что всякое в жизни бывает. И у нас иногда берешь ребеночка, там такой список заболеваний. И что говорят... У нас даже Любаша тоже говорили, что она уж у вас не будет хорошо учиться. И, скорее всего, только вспомогательная школа. Мы в это плохо поверили. Мы решили, что сначала, когда убедимся на самом деле, мы подключили логопед, дефектолог. Все работали, сами занимались. Любаша у нас труженица. И получилось так, что она у нас сейчас шестой класс закончила на 4-5. Понимаете? Не все предсказания сбываются по детям. Иногда очень часто бывают диагнозы. Пишутся они. Ну а со временем, благодаря, наверное, любви, заботы, то, что ребеночек оттаивает, все получается. И таланты какие-то, да? Ой, таланты. Это самое главное — раскрыть в наших детях. А не знаете, какие у нас талантливые? Вот совсем недавно, в том году, девочка из наших, вот из приемной семьи, стала чемпионкой мира по спортивной акробатике. Представляете? Да, это наша девочка. Мы ей очень гордимся, очень радуемся ее успехами. И она чемпионкой России стала, вообще умница. И я всегда говорю, что наши детки, если вот тем особенно, кому дается сложная учеба, надо обязательно разглядеть. Значит, он талант в чем-то еще. Наши дети танцуют, рисуют, играют. Вот самое главное, чтобы родители были всегда рядом и всегда во всем их поддерживали. И самое главное — разглядеть этот талант. Это вот уже такой этап, когда ребенок раскрылся, да? Когда он уже спокойно, свободно, уверенно живет. Но далеко ведь не сразу это получается. Ну не всегда. Да, вот понимаете, когда мы, например, костинку взяли, самое первое, что мы заметили, Саша, когда пошли только гулять, видим, что очень ребенок активный. У нее столько энергии. И мы с ужасом глядели, как она бегает по спортивной площадке, и говорим, так, надо этой энергией в нужное русло. И мы пошли в спортивную школу. То есть разглядеть вовремя. Да, вовремя увидели. Тренер посмотрела, и все. И сейчас вот она у нас делает определенные успехи тоже в спортивной акробатике. Уже по программе кандидата в мастера спорта в 11 лет выступает. Она умница. Да, вот давайте о роли мужчины поговорим в приемной семье. Вот вам, как вы уже неоднократно, по-моему, на протяжении всего разговора говорите, нам посчастливилось, мне повезло. Конечно. Ну вот если обобщить все эти семьи. Я хочу сказать, вот если вообще вот по нашим... Если муж не принимает, не готов, то, наверное, не стоит. Не стоит вообще ничего начинать. Здесь должно быть обоюдное решение и обоюдное понимание того, что будет сложно, и то, что в нужную минуту друг другу надо поддержать. Вот понимаете, потому что я вот благодарна судьбе за то, что рядом со мной такой человек, который меня поддерживал и в детском доме, и сейчас вот в семейных отношениях, в общественной работе. Он настолько молодец, что я не представляю, что бы я делала без него. Потому что когда сложно, иногда бывает опускаются руки. Уже много знаешь, многое прошел вроде. Но иногда такая ситуация, вроде плакать хочется. И вот в такой момент как раз вот необходимо то внимание, забота и поддержка, которая для цвета разве это... Это же ерунда, мы все сможем. И когда вот это слышат, на самом деле, все сможем. А дети, особенно когда они же видят вот эти отношения, ничего иногда говорить не надо. Они все видят. Да. И поэтому... И какое-то мужское воспитание все равно нужно. Конечно. Особенно если в семье мальчики. Мужчина обязательно вот это воспитание. Мужчина тоже должен муж, он должен какую-то ответственность такую, родительство понимать. Да, да, да. И это очень важно. И очень радует то, что вот даже у нас в родительское кафе поначалу ходили только мамы. А потом стали подтягиваться наши папы. И очень радует, что активность наших папы возрастает. И мне кажется, результат даже больше. Когда супруги вместе идут на занятия, когда они пытаются разобраться во всех особенностях психологии, не только детей, но и взаимоотношения между мужем и женой, потому что тоже ведь надо правильно выстроить. Тогда и семья становится крепче, счастливее. Да, на вас, наверное, конечно, стоит равняться, на вот эти приемные именно семьи, потому что мне кажется, что вы гораздо больше каких-то воспитательных таких вот процессов проходите, да, этапов, чем просто вот обычная семья. Ну вот один ребенок растет, родители работают, он там сам по себе занимается. Да, потому что когда приемный ребенок... Так вы поставлены в такие условия, что вам нужно очень внимательно относиться к детям. Да, очень чутко и аккуратно, потому что каждый поступок и каждое слово. И ведь не просто так, что ты вот иди занимайся. У нас получается так, что дети чем-то занимаются, увлекаются, и мы вместе с ними. Вот мы у нас в общественной организации, одно из направлений, это семейные праздники мы проводим. И у нас очень полюбили наши родители и дети. У нас такой праздник проходит в семье открытые сердца, к дню семьи в мае. Ведущие наши дети и выступают на сцене наши семьи. Вот именно чтобы с семьей подняться, очень многие сначала боялись. Но сейчас вот уже очень-очень много семей, вот именно все вместе, папа, мама и все дети, представляете? Особенно папам сложно, но читают стихи. В этом году танцевали вальс родители вместе с детьми. Как блестят у детей глаза, они настолько этому радуются, они гордятся своими родителями. Поэтому мы все мероприятия проводим только для того, чтобы дети поверили в нашу любовь. Потому что так просто, ведь нас, взрослых, тоже полюбить сложно. Да, Светлана Зимна, любовь, это, конечно, все равно на первом месте отношения, это обязательно психологический такой климат добрый. И все-таки те социальные гарантии, которые государство обязуется обеспечивать приемным семьям, они все ли выполняются? Ну, конечно, есть проблемы. Есть сложности, особенно проблемы с жильем. Когда наши детки вырастают, им, в принципе, государство обязано предоставлять жилье. Но не всегда это сразу происходит, и не всегда желаемое бы жилье. Конечно, мы стараемся работать в этом направлении, ведем какие-то диалоги с органами власти. Надеемся, что все в лучшую сторону повернется. И есть такие семьи, конечно, которые уже воспитывают детей. Если бы была возможность в городе того же служебного жилья, чтобы была возможность еще взять детей, было бы еще вообще замечательно. Какие льготы вам положены приемным семьям? Льготы? Ну, особых льгот у нас нет. У нас выплачивается пособие, как вознаграждение за воспитание детей. Но вот буквально в том году наши приемные семьи, у которых трое и более детей, тоже приравняли к многодетным семьям. Тоже был такой плюс, потому что до этого мы как бы многодетные отдельно, а мы просто как приемные. Там тоже есть на одаренных детей 30 тысяч, которые полагаются. Полагается также бесплатное посещение музеев, материнский капитал областной вот этот наш. И у кого 6 детей и более, там льгота на автомобиль, субсидии. В основном вот такие льготы у нас. А так все наши приемные родители, они живут только, мне кажется, одной мыслью о детях. Настолько мало кто думает там о деньгах или еще. Хотя приходится дослушивать, что вы, конечно же, деньги получаете за воспитание. Но это, я говорю, попробуйте. У нас никто никому не запрещает детей очень много, но что-то немногие решаются. Да, это действительно так. Спасибо вам большое. И в конце такой небольшой блицы. Вот три главных столпа, три таких качества, которые должны быть у человека, кто решается брать в семью приемного ребенка. Мне кажется, прежде всего это любовь. О чем у себя надо спросить? Есть ли в тебе? Есть, нет. Вот именно та любовь, которая включает в себя такие понятия, как понимание, признание, прощение и помощь. Вот эти все вместе компоненты, которые не просто кажется, что начал любить и все. Любить это еще очень-очень многое делать, потому что приемное родительство, это прежде всего большая-большая ответственная работа. Второе, на что хотелось бы сказать, это, конечно, надо иметь огромное терпение. Потому что надо очень много таких случаев, что приходится где-то стерпеть, не сказать. А, кстати, да, вам никогда не бросали в упрек там, да, ты же моя неродная мама-то. Мне очень повезло, что у меня такого не было. Не было. Но умение, даже вот все равно, всякое бывает в жизни. И вот терпения иногда не всегда хватает, поэтому надо вот как-то, чтобы оно было. И третье, наверное, очень важное, это умение прощать. Умение прощать себя, других. И вот из этого, мне кажется, все остальное уже получится и приложится. Есть ли у вас отпуск в такой большой семье? Отпуск есть, конечно, когда мы все вместе, выезжаем всей семьей на дачу отдыхать. У нас есть свои традиции. Мы вот в этом году, мы уже второй год собираем иван-чай, мы пьем только свой иван-чай. Это у нас тоже инициатива папы, папа этим всем занимается. Тогда мы отдыхаем, когда хлеб печем, когда иван-чай завариваем свой. Папа у нас молодец, он у нас еще и хлеб печет и учит этому детей. Последнее такое радостное событие в вашей большой семье? Последнее радостное. Да вот знаете, каждый день это какая-то небольшая радость. Последнее, наверное, все пошли в школу, студенты. Анжела поступила куда хотела на хореографа, мы очень за нее переживали, но она у нас молодец. Были дни рождения, даже вот сейчас у нас старшие сыновей в море. И как вот было радостно смотреть на детей, что мама, Антошки нет, но мы же будем праздновать ему день рождения. Сделали калаш, отправили ему, написали поздравляем, сфотографировались, шарики взяли. И вот понимаете, чувство того, что они переживают за своих старших, младших и желание порадовать других, вот это меня очень радует. Мне кажется, они чувствуют силу семьи и вот то, что они все вместе. Свет, вы верите, что Россия сможет стать страной без сирот? Вот. Верю, потому что у нас добрых людей очень-очень много, отзывчивых. Самое главное, конечно, у нас в стране очень много всяких сложностей, но Россия насильная страна. Не зря ведь она, мне кажется, издавна гордилась своими семьями. Самое главное, отношение к семьям немножко изменить, поддерживать тех, кто особенно многодетные семьи, большие, да и все, молодые семьи, всякие. Помочь тем, кто в кризисе вот сейчас. Тоже разные бывают ситуации. И помочь родителям не опуститься, чтобы как можно меньше было. Вот у нас детей-сирот, вот, наверное, и все будет у нас хорошо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Конечно, удачи вашей большой семье, здоровья и любви. Спасибо. На Руси говорили сироту приютить, что храм построить. Эту поговорку любит, повторяясь, и Светлана Корытова, руководитель региональной общественной организации «Приемная семья» сама многодетная мама, которая была у нас сегодня в гостях. Сможет ли Россия стать страной без сирот, конечно, покажет только время. Но раз вы досмотрели нашу программу до конца, то, наверное, задумались на эту тему, а это уже обнадеживает. Такие дела. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»